Дамский калейдоскоп дайджест Смотрите наш дайджест и получайте удовольствие! Дамский калейдоскоп дайджест 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 До брака, допустим, брачный фактор можно посмотреть, подтянуть на берегу уже, да, где могут быть какие-то тонкие моменты, на период беременности, соответственно, после беременности, то есть вот на каких-то этапах, да, я считаю, обязательно нужна вот какая-то объективная поддержка. Ну и, соответственно, понимать, что, в общем-то, мы, когда даже начинаем работу, говорим о том, что мы команда единомышленников должны быть, да, и вот я говорю, мы тоже там сидим, допустим, я говорю, мы втроем, и мы все должны видеть одну цель, идти вместе, в этом случае я вот у вас буду замечательный помощник, да, и когда-то за вас порадуюсь. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну, оказывается, из всех ситуаций есть выход, и в период после родов, хоть и сложный, но зато интересный, и к тому же очень быстро заканчивается, как и наша сегодняшняя беседа. Я напоминаю, что в гостях у нас был врач-сексолог, сексопатолог Евгений Кульговчук, и мы на этом не прощаемся, увидим после небольшой паузы. Да, ничего себе, так поздно, и что, и до сих пор не обращаюсь к врачу? Марин, ты знаешь, не хочу показаться бестактной, но уже у нас началась программа. Да? Ой, я перезвоню, хорошо? Ладно, пока, пока. Что там случилось? Да ты представляешь себе, у подруги сыну 3 года, и он до сих пор не говорит, и она даже к врачу не обращается, ты представляешь? Даже не собирается. И даже не волнуется. И даже не волнуется вообще. Ну, зато ты разволновалась, но ничего, у нас есть, кому тебя проконсультировать. Сегодня на студии сурдопедагог, логопед Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Александровича Шолохова, логопед многопрофильного центра развития и оздоровления личности Риол Виктория Жак. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Данский калейдоскоп. И тема, конечно, актуальна для многих семей, рождаются дети, и бывает так, проблема, что не разговаривает, не говорит ребенок. Вот в чем основная причина, давайте сначала в понятиях разберемся. Когда вообще логопед произносит это понятие речь? Ну, вы знаете, речевая активность ребенка начинается уже с трех месяцев примерно. В полтора-два месяца ребенок начинает гулить, как мы все знаем, что агу. После этого начинается лепетание. Это примерно с шести до девяти месяцев. От трех до шести месяцев так называемая свирелька называется. Это когда ребенок свою агу запевает. И после лепета уже начинаются где-то примерно с десяти-тринадцати месяцев начинаются уже осознанные первые слова. Очень многие родители путают, лепят с первыми словами. Ребенок начинает говорить гласные с согласными. Баба, мама. И наши родители все... Думают, что он уже говорит. А это лепет еще как-то, да? Да, это еще лепет. И родители в счастье рассказывают своим всяким коллегам о том, что ребенок сказал первые слова. Шесть месяцев могут говорить, да, так лепетать? Это только лепет, да. Но первые осознанные слова появляются только лишь ближе к году. А вот есть нормы. Я слышала о том, что 10-12 слов ребенок году должен произносить. Он произносит 10-12 слов от 10 месяцев до полутора лет. Дело в том, что у ребенка постепенно накапливается пассивный словарь. Это такой словарь, которым ребенок очень мало пользуется, но накапливает в себе. То есть он слушает? Он слушает, запоминает, и потом нам может выдать. Это и в 2 года, и в 2,5. Он может очень долго свои 10 слов говорить. Очень часто, когда бабушки и дедушки слишком опекают наших малышей, происходит так называемое... Ребенок понимает, что ему ничего не нужно делать, даже не нужно разговаривать. Он показывает пальцем, бабушка и дедушка бегут, все ему с полочки несут. Ему, в принципе, не обязательно тогда разговаривать. Получается так, что родители беспокоят, что ребенок молчит. В этих случаях нужно прикинуться бестолковым родителям. И говорить, я не понимаю, да? Я не понимаю, покажи мне еще раз, скажи. И в конце концов ребенок начинает говорить то, что ему нужно. Может быть, это будет неправильно, переставлены как-то буквы в слове. Но до определенного периода это нормально. А если появляются какие-то дефекты? Ребенок начал говорить, часто буква R не выговаривает. До какого возраста это норма? И вообще нужно ли сразу, допустим, в 3-3,5 года отправляться к логопеду, и мы не выговариваем R, допустим, в конкретной ситуации? Нет, это очень сложные сонорные звуки L, R, которые, в принципе, появляются к 5-6 годам и, может быть, даже и к школе. Но, конечно, уже в 5 лет можно обращаться совершенно спокойно к логопеду за постановкой этих звуков. То есть им не только R, а какие-то другие? Шипящие звуки в 3-4 года, шипящие звуки совершенно спокойно. Ребенок может не выговаривать. Свистящие, может путать с шипящими, может не выговаривать. Но к школе... От 3 до 6 смешного у Чуковского там все эти детские слова. Да, к школе он должен научиться правильно выговаривать звуки для того, чтобы не было насмешек со стороны свистников. А то появятся уже другие проблемы психологические. Да, и коммуникативная функция была не нарушена. А вот скажите, до какого момента ребенок может не разговаривать? И мы можем быть спокойны, что вот это нормально. А вот с какого времени надо насторожиться и уже предпринимать, и идти к логопеду, и что-то делать уже, действовать? До каких вот... до какого возраста он может не говорить? Потому что... Совсем не говорить он не может. Все равно какие-то звуки он может сделать. Да. Но если, например, в 3 года ребенок не откликается на свое имя, мычит в ответ на ваши вопросы, да, внимательно смотрит к вам в рот на вашу артикуляцию, это должно насторожить, потому что, возможно, у ребенка есть какое-то нарушение слуха. То есть он пытается по артикуляции понять, что вы говорите? Все детки, которые слабослышащие, они внимательно смотрят на артикуляцию и пытаются понять, и у них это очень хорошо получается, пытаются понять, о чем вы их попросили или какие просьбы. Скажите, а в каком возрасте можно определить, что ребенок на самом деле слушает по артикуляции, и вот тут глухонемой, и вот в каком возрасте это выясняется? Ну, это выясняется уже на стадии лепита. Вы замечаете о том, что ребенок не реагирует, например, на какие-то громкие звуки. До года, то есть можно понять, да? Можно понять, и чем раньше вы этим делом займетесь, тем быстрее ребенок адаптируется и социализируется в обществе. Виктория, в завершение дайте нам совет нашим мамам, молодым мамам, родителям, у которых есть проблемы с речью детей. Ну, я хочу мамочкам в первую очередь сказать, чтобы они любили своих деток такими, какие они есть, с нарушениями они или без. И, конечно, заниматься, читать, начиная с 10 месяцев, маленькие книжки, показывать детям иллюстрации, показывать наглядные пособия. И если что-то не получается у самих, то обращаться к специалистам. Спасибо, Виктория. Спасибо большое. К сожалению, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была сурдопедагог, логопед, многопрофильного центра развития и оздоровления личности РИОЛ Виктория Жак. Спасибо вам большое за советы и рекомендации. Яркий, эмоциональный, насыщенный красками индийский танец. Встречайте наших сегодняшних гостей. Танцор, хореограф, преподаватель индийского эстрадного танца в стиле Болливуд, Нитин Радхи, а также руководитель танцевальной группы и хореограф Сафико Шония. Танцор, хореограф, преподаватель индийский танец. Танцор, хореограф, преподаватель индийский танец. Танцор, хореограф, преподаватель индийский танец. Спасибо большое, потрясающий танец. Расскажите, что за историю вы нам рассказали? Наверняка, историю любви. Как и любой индийский танец, его главной особенностью является то, что танец непосредственно связан со словами, с лирикой. В данном случае это шуточный танец о том, как девушка поет про свою юбку замечательную, а молодой человек, она пытается как-нибудь с ней пофлиртовать, привлечь внимание, про... Ну, в общем, любовь, короче, молодых людей. А какое направление в индийском танце вы продемонстрировали? Это индийский танец в стиле Болливуд, это эстрадное направление. Ну, вот вы подготовили мастер-класс, вы покажете нам сегодня его? Да, обязательно вывозь. Ну что, вам слово. Спасибо. Сейчас мы разучим некоторые движения из нашего следующего танца. Со стороны мальчиков смотрим на Нитина, со стороны девушек смотрим на меня. Первое движение. Мальчики будут делать стоять вот так, девушки будут стоять вот так. Будем проводить по груди вместе со спиной. И раз, и два. Эк, до. Дважды. Ножки у нас выполняют такую приступочку. То есть мы припадаем на правую ножку, левую у нас на полупальце. О, и у мальчиков, и у девочек. Да. Два. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. После этого у нас поворот. Закручиваем себя вместе с правой рукой. Вместе. Это мы показали. Девушка поет про свой замечательный шарфик. Вот мы себя закрутили. Да. Долго. После этого ножки у нас отпрыгиваем на левой ноге в сторону. Правая нога у нас поднимается наверх. Да. Раз, два. Раз, два. А ручки у нас собираются и раскрываются. Уделяем отдельное внимание кистям. Они должны быть подвижными и гибкими. И с ногами. Раз, два, три, четыре. Затем мы складываем ручки в замочек и по кругу себя разворачиваем вместе с ногой. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Значит, у нас левая нога становится опорной. На месте правой ножкой себя подворачиваем. Девушки, с бедром. Четыре раза. Три, четыре. Угу. После этого отходим назад. Два, три, четыре. Девушки немного отклоняют. Больше, чем молодые люди. Да, отклоняются назад. И ручки. Ручки у нас идут сначала правая сверху, потом левая. Вот такие у нас мудры в руках. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Вместе с ногами. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Давайте объединим первый кусочек. From the beginning? Yes. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично. После этого у нас взаимодействие с партнером. Сначала девушки заворачиваются, отворачиваются от партнера, который показывает сережку. В песне поется. Потом мы отворачиваемся с ударом бедром. И потом бежим по кругу. Давайте попробуем сначала объединить последний кусочек, потом оба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сначала, from the beginning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну а нам осталось напомнить, что в гостях у нас были танцор, хореограф, преподаватель индийского эстрадного танца в стиле Волливуд Нитин Радхи и руководитель танцевальной группы и хореограф Савико Шония. Марина, как я тебе уже сказала, я хочу все-таки открыть свой бизнес. Да, но ты не сказала какой. Ну, честно говоря, пока не определилась. Так может быть это вовсе не твоя цель, а? Может быть просто это так увлечение модой? Ну нет, все-таки, наверное, цель. Наверное. Ну давай разбираться, давай разбираться. А в этом нам поможет наш гость, консультант в мастерской достижения целей Галина Ивлева. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина, ну какие же цели нужно ставить, чтобы добиться и добиваться их? Ну, в первую очередь, безусловно, конкретные. То есть нужно себе правильно сформулировать эту цель, да? Сегодня говорим о том, как вообще правильно ставить цель, да? Потому что иногда бывает, думаешь, лежишь на диване день, два, три, думаешь. И что тут нужно, непонятно. Целей много, и все это так и расплывается. Ну, главное, что цели надо ставить не лежа на диване, а безусловно, сидя за столом с ручкой и блокнотом в руках. Это необходимые условия. А вообще, как правильно ставить цели, мой ответ на этот вопрос системно. Я учу подходить к постановке целей так же серьезно, как к их достижению. Потому что на самом деле, как цель поставишь, ну, то и получишь по итогу. Как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Абсолютно правы. И у меня есть целая методика. Это минимум шесть шагов правильной постановки целей. Главным из которых является определение истинной ценности. В случае с открытием собственного бизнеса, если бы мы с вами работали на консультации, первый вопрос, который задала бы вам, это было бы зачем? Для чего? И дальше раскрывается очень-очень много важного у каждого человека, кто ставит себе цель. Например, поступить в какой-то вуз для чего? Чтобы учиться, знакомиться, чтобы удовлетворить родителей, чтобы потом найти работу, если найти работу, то какую? В какой стране? И когда мы доходим до главного, до самого-самого последнего пункта, куда мы на самом деле хотим попасть, вот именно оттуда и начинаем ставить цель правильно. Когда мы полностью сформулировали очень точно, очень подробно, чего мы хотим, мы начинаем видеть пути. Мы начинаем видеть именно такие квартиры в именно таких домах. Наши знакомые начинают точно так же их видеть, встречать какие-то варианты, интересные кредиты, интересные ипотеки. Но это возможно только тогда, когда цель максимально точно сформулирована. Это конкретика важна, да? Да. Вот конкретно поставленная цель. Вот даже иметь ребёнка, это тоже цель, да? Значит, надо найти мужа, мужчину, значит, надо выходить. То есть это тоже входит, не только говоря о бизнесе, да? То есть можно... Но мы говорим о разных целях, да? Интеллектуальные ресурсы очень важны. Ваше образование, ваш опыт. Это багаж, да, который имеешь в виду? Это и ваши способности. В чём вы сильны? Вы структурны или талантливы? Вы очень женственны или, наоборот, по-мужски решительны, упёрты? Властны. Выписывать ресурсы очень важно, потому что в этот момент, с одной стороны, вы явно видите, чего вам не хватает для достижения вашей цели. И, по сути, составляете себе план, где добрать. Заработать ещё 100 тысяч рублей, пройти курсы повышения квалификации, выучить английский язык, познакомиться с нужными людьми. А с другой стороны, вы получаете сами для себя самую большую поддержку и уверенность, что да, у вас получится, потому что у вас вот сколько всего уже есть для этого. Мы ещё раз думаем, точно ли это нужно сделать, чтобы получить то, чего мы на самом деле хотим. Часто в этот момент человек, уже базируясь на выписанных ресурсах, понимает, что есть другой, более короткий или более приятный путь. Достижение этой цели. Что происходит с человеком, который действительно выбрал такой путь жизни, путь движения к цели, а не путь ожидания чего-то от мира? Он учится, он развивается, он работает, он обрастает связями. И что дальше происходит? Вот из такого человечка он через какое-то время становится вот таким. Это естественно, более образованным, более опытным. А если у такого человечка была вот такая цель, то у того такого она уже вот такая. Дело в том, что всегда будут появляться новые цели. Когда вы выбираете этот путь для себя, у вас будут постоянно появляться всё новые, новые, глобальные, большие цели. Но в любой момент времени, вы сейчас меня можете спросить, ну как же, то есть я никогда не достигну какой-то финальной цели. Вы будете всё лучше и лучше жить. Вы уже будете жить в той самой квартире в Куркино. Вы уже будете иметь семью, детей, деньги. И просто вы всегда будете хотеть двигаться дальше. Ну и последний шаг, шестой, что это? Это уже, наверное, мы смотрим на то, что получилось? А шестой шаг самый важный. Потому что, когда мы поставили цель, я смотрю в глаза своему клиенту, прошу его взять ручку, тетрадку и письменно ответить на вопрос. А какой первый, пусть даже самый маленький шаг для достижения своей цели я готов сделать уже сегодня? Уже сегодня. Уже сегодня. Спасибо большое. Ну что, спасибо большое за такую интересную беседу. Приходите к нам ещё. И я напоминаю, что у нас в гостях была консультант-мастерской достижения целей Галина Ивлева. А я вам, дорогие телезрители, напоминаю, что с 1 мая наша программа совместно с порталом маминопланета.ком каждый месяц будет объявлять конкурс фотографий. Подробнее о темах, условиях и призах читайте на сайте www.maminoplaneta.com в разделе «Конкурсы». Марин, всё хочу заняться своим здоровьем. Заехала ещё в один фитнес-клуб, полистала журналы, на форумах посидела. Не понимаю вообще, с чего начать. Может быть, ты ко мне присоединишься? Я с удовольствием тоже всё собираюсь, собираюсь. Особенно каждый год к лету это желание обостряется, как и у многих. Ой, ну надо что-то с тобой выбрать, посмотреть. Да, сегодня, да, у нас сегодня есть как раз возможность посмотреть и послушать. И, конечно, начать свою деятельность. Я представляю нашу гостью. Это массажист, кинезиолог, юмейхотерапевт Ольга Цикарёва. Её помощница Ольга. Здравствуйте. 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 Добро пожаловать в наш дамский калейдоскоп. Давайте начнём сразу с понятия, потому что многим неизвестно, это терапия, юмейхотерапия. Что это такое? Юмейха – это японская система оздоровления. Юмейха в переводе на русский означает «восстановление жизненной силы». Да, это вот так переводится этот иероглиф. Но изначально у него было очень длинное название, и оно звучало как «восстановление жизненной силы путём вправления тазовых костей». То есть юмейхотерапия основана на том, что она восстанавливает баланс нашего таза, в первую очередь. А когда мы восстанавливаем баланс нашего таза, мы можем выставить ровненько позвоночник, и человек чувствует себя значительно лучше. Как правило, у людей, ну, у подавляющего большинства людей, которые ведут сидячий образ жизни, то есть у всех нас, есть некоторые перекосы в тазу. Мы, как правило, этого не чувствуем. Мы обычно чувствуем, что-то здесь побаливает, здесь потянуло. Но это просто компенсация организма. Как можно себя самому диагностировать, что у вас проблемы в тазу? Например, вы занимаетесь какой-то гимнастикой, и чувствуете в одну сторону хорошо, я тянусь, а в другую что-то вот не очень, не очень. Или, допустим, идете вы в дождливый день на работу. Пришли на работу, смотрите на свои джинсы. А с одной стороны джинсина полностью заляпана капельками грязи, а с другой все чистенько. Это тоже типичная ситуация. Это значит, что одна нога у вас короче другой, и вы просто сильнее стукаете об лужу, и таким образом вы вот себе пачкаете одежду. На самом деле дело в том, что у вас просто неровно стоят кости таза. Да, вот поэтому в 70-х годах прошлого века в Японии был такой человек Масаю Касайонжи. Он решил, что нужно найти какой-то метод восстановления осанки у человека. У него у мамы была проблема очень большая, и традиционные врачи не смогли ему помочь. И он начал искать какие-то другие методы, чего-то такое. Он общался действительно с шиолиньскими монахами, с какими-то там еще мастерами боевых искусств. Ну, естественно, в принципе, в большей степени с реабилитологами и врачами. И в конце концов он собрал это в некую общую такую схему, ста приемов стандартных, которые вот сейчас называются общим словом юмейхотерапия. То есть можно помочь человеку исправить ситуацию. То есть уже нарушения есть какие-то, да, и можно помочь человеку... Да, конечно, конечно, конечно. Единственное, что, конечно, это не волшебная палочка, безусловно. Мы рекомендуем юмейхотерапию в тех случаях, если вы уже, в принципе, готовы морально и нравственно пойти в спортзал, заняться своим здоровьем или хотя бы на йогой заняться. И тогда, да, вы приходите к нам, мы ставим вам ровненько все кости, мы восстанавливаем ровненько позвоночник, и после этого вы идете и уже занимаетесь собой и удерживаете свой мышечный корсет в тонусе. Пациент лежит, кстати, лежит он в одежде, что приятно. То есть ему нужно раздеваться, как и везде в азиатских, восточных практиках, раздевать пациента не принято. Вот. И, соответственно, есть 100 приемов, мы его переворачиваем, мы его двигаем по-разному. То есть выдвигать. А человеку в это время больно? Как вот, что он чувствует? Болезненно? Мы стараемся делать не больно, но надо понимать, что люди приходят разные. Если у вас очень большое напряжение в конечностях, например, то могут быть болезни на щене. Но это, в общем-то, задача наша как терапевта, сделать так, чтобы было не больно. Вот. И, естественно, процедура начинается с того, что мы просто оцениваем положение пациента. И, как правило, самый интересный момент, первый, чем хороша ее мехотерапия, я обычно в начале работы фотографирую ноги пациента. Как правило, почти у всех они неровные. Немножко одна длиннее другой. Да. Так вот, после работы, как правило, они выпрямляют. Ну, один-два сеанса, и у человека ровные ноги. Ничего себе. Даже здесь можно видеть немножко небольшой перекосик. Вот. И после этого мы начинаем работу. Первый прием очень простой. Мы просто смотрим... Возможности, да? Да, да. Вот видите, смотрите, вот даже сейчас. Одна нога приводится хорошо туда, а вторая как бы немножко отстоит. Ага. Это значит, что эта нога опорная, и на ней больше напряжения. Нагрузка. Да. Вот та часть, часть бедра, передняя поверхность бедра, она напряжена. Вот. И дальше начинается работа, мы начинаем... Человека растягивать, растягивать, но он не должен ничего кричать у вас, там пытаться от вас убежать. Это неправильно было бы. Вот. И небольшие суставные манипуляции, чтобы... А если какой-то хруст возникает, это нормально? А вот почему вообще суставы хрустят? Ну, дело в том, что в суставах есть такая, так называемая, инвиальная жидкость внутри сустава. Да. И она находится под давлением. Когда вы начинаете манипуляцию проводить, она резко меняет свое положение, возникает давление. Вот этот звук. В этом нет ничего дурного. Вы пришли к мануальному терапевту, он вам прохрустел, все аккуратненько поставил. Но он не работает с мышцами. Если мышцы не готовы ваши... Держать. Через неделю все опять развернулось, и вы можете прийти. В нашем случае мы прорабатываем все. Каждую часть тела человека. И мышцы, и мышцы, и связочки, и суставы. Интересно, с чего вы начали дальше? Вы идете по ногам, да? Мы прошли по ногам. Мы потом растянем обязательно переднюю поверхность. Для этого нужно прямо встать на пациента ногами. Я сейчас покажу даже, как это делается. Вот. Мы немножко развели ему ноги. И вот так вот. Прямо вы своим весом встаете на человека. Тайский массаж какой-то, да, получается? В общем и целом, юмейха и тайский массаж находятся в некоторых родственных отношениях. Не сестры-близнецы, конечно, но есть некоторые. Но тайский массаж все-таки это целое таинство, я бы сказала. Хороший тайский массаж идет часа два с половиной. Это прямо целая такая процедура. Юмейха – это более все-таки оздоровительная процедура. Час, и вы идете дальше. Хотя обычно дальше вы идти как раз и уже не можете. Вот мы так постоим на пациенте, потянем ноги. Вот, немножечко. Но вы общаетесь в это время с пациентом? Или нет, должен молчать, расслабиться? Вы знаете, это зависит от... Как правило, в первой части массажа люди еще разговаривают. Потом они расслабляются и посапывают. И им уже не хочется говорить. Они посапывают, им хорошо. Они расслаблены, лежат. У них все хорошо. Мы прорабатываем мышцы. Мы прорабатываем тазобедрный сустав, например. Мы прорабатываем коленный сустав. Мы прорабатываем голеностопный сустав. Проработка суставов любая, она ведет к лимфодренажу. Соответственно, как я уже сказала, это помогает человеку избавиться от каких-то... Ну, если есть какие-то застойные явления, заболевания, да и лишний вес тоже. Кровообращение, то есть омывается. Да-да-да, то есть все это улучшается. Более того, мы работаем частично и на животе. На животе работа очень мягкая, потому что все-таки это не вестеральная терапия. Мы аккуратненько продавливаем пациенту живот. Ух ты! Да. И это позволяет ему улучшить печеварение, безусловно. На какие-то точки конкретно вы нажимаете, да? То есть это по науке вот по... Ну, да-да-да, я, конечно, знаю, какие точки мы нажимаем. Ну, в общем и целом, конечно, восточные терапевты предпочитают ориентироваться на слово меридиан. Мы можем показать классическую тракцию, допустим, ноги. Очень полезно для ваших тазобедренных суставов, потому что, как правило... Как раз вы и начинали наш разговор о том, что нужно тазобедренный сустав сначала поставить, да, основа? Да, безусловно. И вот подобного рода вещи, то есть... То есть вы, получается, загнули... Да, мы немножечко так расположились, ножку приподняли. Ой! Тянем. А это не больно? Нет, как правило, нет. Ну, что вы, мы... Оставь ножечку еще. И вот таким легким движением мы как бы вытаскиваем ногу из тазобедренного сустава. Бывает характерный щелчок, бывает не случается щелчок. И, соответственно, туда приливается свежая жидкость синяяльная, да, там происходят всякие обменные процессы. И подвижность сустава резко увеличивается. Человек роста увеличивается после ваших занятий? Не замерял, возможно, возможно. И после вот именно этой гемехотерапии что вы советуете? Полежать, да? Конечно, полежать. Идеальный вариант – это, конечно, полежать какое-то время. Но если вы где-то, вам в центре, допустим, у нас, вам, наверное, сложно, это будет делать надолго. Если дома, то это проще. Но очень важно попить воды. Мы, как правило, приносим человеку воды. Либо чаю зеленого, горячего. Вот, немножко расслабиться, дать возможность телу адаптироваться к новому положению, потому что все теперь немножко стоит по-другому, и ваше тело немножко скомпрометировано. Как же так? Вдруг как-то по-другому. Существовались места вдруг. Расслабилось, да. Как-то. Вот, выпрямилось, так неожиданно, никто же не ожидал. Вот, и тогда уже потом в новую жизнь, со здоровьем, с хорошим настроением. Спасибо большое. Благодарю еще раз наших гостей. Кинезиолога, эмейхотерапевта Ольгу Цыкареву и ее помощницу Ольгу. Спасибо. В одной известной молитве говорится «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу, мужество принять то, что не могу, и мудрость узнать разницу». Мудрость узнать разницу. Марин, как ты думаешь, где критерий, по которому мы можем это сделать, и как понять, что действительно не в твоих силах, а что в твоих? Ну, именно в этих вопросах мы сегодня попробуем разобраться с нашей следующей гостьей, психологом и писателем Ольгой Муравич. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы иллюзии относительно цели имеем, самое главное – определить, я действую из любви или из страха. К чему я иду? Куда я иду? С каким намерением? Вот вы замечательный вопрос сформулировали про мудрость. Для того, чтобы понять могу-не могу, надо внутри себя иметь какой-то критерий. «Я хочу это, потому что это у других есть. Я хочу это, чтобы у меня было не хуже, чем. Я хочу это, чтобы кому-то доказать что-то. Я хочу это получить, и тогда я буду себя чувствовать. Если он меня полюбит, то будет мне счастье тогда на всю жизнь». Если ставят какие-то, да? Если какие-то все время, да, то есть от кого-то это зависит. Мудрости никакой, и радости это не принесет. Чего я хочу, чего хочет моя душа? Как она реализуется? В чем она реализуется? Для чего я хочу это сделать? Мудрость начинается с размышлений. Когда мы остановились в этом беге, в торопыженности нашей, задумались, я куда иду вообще? Я куда хочу прийти? Потому что, к сожалению, часто люди хотят одного, думают по-другому, говорят по-третьему, потом говорят, ну, блин, я так и знал, что вот так все будет. И они не продумали схему своего движения, а просто шли наугад. А потом говорят, что-то вокруг все идиоты. Но если ты пришел в такое место, где все идиоты, то ты почему-то и для чего-то туда шел, чтобы что-то в себе увидеть. Ольга, а если человек идет, пытается добиться своих целей каких-то, но постоянно наталкивается на препятствия, что-то ему мешает? И иногда пускаются руки. Тут важно помнить, есть такое правило в множестве практик мировых, духовных. Если ты идешь куда-то, к своей цели, и встречаешь сопротивление, иди к нему навстречу. И оно рассыпается. Но если ты идешь, и сопротивление не рассыпается, и ты бьешься лбом в стены, и бьешься, и бьешься, и упираешься, и застрял головой где-то уже в батарее, то надо посмотреть, может быть, ты не в ту сторону идешь? Если мы говорим проблема, то мы сразу заведуем о себе в позицию жертвы. А если мы говорим задача... Совсем другая постановка. Ученики точно, да? Либо мы вообще хозяева уже, ну студенты, а может даже аспиранты, магистры, да? Значит, на всякую задачу что есть? Правило. Что задача всегда на какую-то тему, на какой-то урок. Есть ответ. Есть ответ в учебнике. Можно подглянуть, правильно, да. Но можно вспомнить правило. Если ты его хорошо знаешь, дважды два, восемнадцать, то ты быстренько посчитал и находишь варианты. Если ты забыл, вспомни. Если ты знаешь, но не знаешь, как применить, возьми репетитора. Он тебе покажет, как. Ай, так это же оказывается такая легкота. И вот тогда у человека возникает опыт, формируется. Он приучается решать жизненные задачи. Поэтому у хозяев жизни только задачи есть. И уроки, в связи с которыми эти задачи возникают. Когда вы этой цели достигнете, спрашиваю я, что вы будете чувствовать? Человек задумывается, потому что он как-то в этом разрезе вообще не соображал. А что чувствовать надо? А что чувствовать надо? Я говорю, желательно. Иначе вы не будете довольны. А что я могу чувствовать? Ну, сделал. Ну, хорошо. Я говорю, нет такого чувства. Хорошо. А что же будет? И вот нужно минут тридцать, чтобы он вспомнил, что это радость называется. Люди забыли. А вот эти эмоции. Упражнения какие-то, чтобы как-то в правильное русло направить. Есть такое чудесное упражнение, простейшее. Сказать себе, вот в течение недели, например, я, или каждый день, сегодня я радость. Это ведь нетрудно, правда? И наблюдать за своими действиями с этой позиции. Где-то я радость эту принес или не принес. Сегодня я прощение. Сегодня я благодарность. Сегодня я свой муж. Ты начинаешь смотреть другими глазами. Сегодня я свой ребенок. Как будто на его месте, да? Сегодня я солнце. Сегодня я творец. Когда мы вспомним, что мы творцы, и все в наших руках, то мы начнем творить тот мир, в котором мозг на месте. Программы в мозге позитивные. Мы создаем свое гармоничное, красивое пространство. Все в наших руках. Ольга, исполните еще одну нашу заявку. Пожелайте что-то нашим милым дамам в этот прекрасный весенний день. Помните о том, для чего вы на земле. Вы на земле для того, чтобы украшать ее собою. У вас есть все для этого. Покопайтесь в себе. Наведите порядок в голове, в шкафах, в своей квартире. Выйдите на улицу, наведите порядок там. Представьте этот мир удивительным. И тогда вам будет свет и любовь. Потому что женщины дают миру радость и счастье. Спасибо. Спасибо. Такие прекрасные слова. Ну а нам осталось напомнить, что в гостях у нас была психолог и писатель Ольга Муравич. На этом наша программа подошла к концу. Дорогие телезрительницы, напоминаем вам, что мы с радостью ждем от вас писем и пожеланий. С комментариями на электронный адрес info.sobaka.raz.tv Пишите нам с пометкой «Дамский калейдоскоп». На этом я, Анна Березина. И я, Марина Яковлева. Прощаемся с вами. Солнечного дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова